Продолжение следует... Кто-то так не спросил про это, но сделал это движение. Две руки, срыв. Возьми за пояс. Вот он взял за пояс. Чем это мне мешает? Раз, два. Вот я сел. Чем мне он мешает этот пояс? Ничем. То есть он здесь на Далариву может заходить, но мое колено развернуто. Пока что мне этот пояс вообще не мешает. Он сам его отпустит, потому что ему самому некомфортно в этом положении. Перешел. Как только отпустил, я перешел на захват. Дальше. Я отвожу таз назад, немножко приподнимаю, вес на село не снимаю. Локтем и грудью увожу в сторону. Колено правое тоже в сторону. Положил его. В нормальном положении. Рукой взял отворот. Поглубже. Взял за штанину. Почему мы не берем за пояс? По той же причине, что мы не берем за пояс, сидит сверху, он люфтит. Вот, я его тяну. Ну, смотрите, полный оборот сделал. Классный захват? Не очень. За штаны берем. Все. Он не крутится. Понятно? Лоб перед ним. Туда его разворачиваем. Если он мою голову сбивает, все время, нам придется ее держать высоко, чтобы мы могли пройти. Стопа под него. Рукой давим, раскрываем эту челюсть. Отворачиваемся в сторону, садимся. Раз, колено, два колена. Две стопы сразу же на бедра. Понятно? Еще раз. Сначала в деталях. Сорвали. Раз, два. Таз немножко приподняли. Коленом, бедром и локтем его колено провалили в сторону. Мое колено идет ниже его колена. Дальше. Рукой беру захват за отворот, рукой беру захват за штаны. Двигаюсь к нему. Лоб под челюсть втыкаю. Стопа под колено. И скручиваю его. Натягиваю сюда, сюда и сюда. Скручиваю его таз. Разворачиваю его в сторону. Весь позвоночник вот так вот скручен. За счет этого он не двигается. Обязательно, прихватив его за штаны, мы локоть тянем к себе. Если он мою голову отжимает в одну, в другую сторону от себя, ну отжимай, отжимай. Вот. Я поворачиваю в сторону, колено сюда. Рукой челюсть его разворачиваю в сторону. Сажусь в маунт. Сколько баллов мы получаем, Глеб? Три. Проход гарда мал. Проход и гард. А по баллам? Семь. Нет. Три четыре. Что три четыре? Кладем ладонь, срываем захват, контролируем его голень. Кладем ладонь на голень, либо на колено, либо берем захват за штаны. И из этого положения еще, вы видите, нога согнута. Я ее выпрямляю, сбросив этот захват. И дальше я прижимаю к земле, не давая ему обратно заправить крыл. Делаю шаг назад, чтобы эту ногу обойти. И сажусь на нее сверху. Здесь, смотрите, у нас еще один вариант есть, как мы можем сорвать эту штанину. Ой, захватывать эту штанину. Можем еще ладонь просто так выдернуть на себя. То есть, тоже вариант такой. Но сейчас мне это не нужно, потому что я и так согну. То есть, я делаю движение тазом назад, коленку веду к бедру, коленку веду ниже колена. И получается, вот, видите, одно колено выше бедра, другое ниже. Вот это колено правое, разворачиваю к нему, чтобы он не мог меня подкинуть с этой ногой. Потому что, если моя нога уйдет сюда, есть риск улететь. Ну, как бы, я тоже могу законтрить это движение. То есть, он начинает это движение делать, я разворачиваю таз. Ну, а зачем мне лишний риск? Плюс, он может контролировать мою штанину там, и может он не это сделать, а выйти, допустим, на 4.11. Держим крюк, обязательно крючок правой ногой. Держим отворот левой рукой. Держим штанину. Очень важно, чтобы правой рукой контролируем его таз. Захват мы не держим, заправляя руки внутрь. Захват мы не держим где-то здесь, за бедро. Мы берем ровно на тазобедренном суставе захват. И подтягиваем локоть к своим ребрам, прихватив именно локтем его таз. Вот, контролируем движение. То есть, он не может сейчас развернуться на сквозь. Вот, вот, вот. Как бы он ни пытался, я блокирую ему это движение. Дальше, беру отворот, контролирую эту ногу, скручиваю его позвоночник. За счет того, что... За счет того, что я лоб втыкаю ему в под челюсть, разворачиваю его на ту сторону. Чаще всего, он будет сопротивляться этому движению, он будет отталкивать мою голову. Я беру глубже захват, выпрямляю голову и предплечье его разворачиваю, продолжаю тянуть правую руку. Колено идет в животу, колено идет наверх. Я сажусь в маун. Плотно контролирую его. Очень плотно бедрами держу. Стопы обхватывают его бедра. И дальше начинается борьба за хай маунт. То есть мы сидим сейчас в среднем маунте. Если мы хотим побольше контроля и подержаться здесь, мы сразу же делаем спрол и держим нижний маунт. Стопа к стопе, колени не касаются пола, разведены в стороны. Стопы не скрещены. Если стопы скрещивать, у него есть такая хорошая защита. И супер мерзкая, когда он просто две ноги резко выпрямляет в землю. Да. Несколько раз он так сделает, у меня ноги сами разойдутся с скрещенной. Стопа к стопе я сколько угодно так делаю. Вот. Дальше. Я потихоньку начинаю подбираться. Он немножко подустал. Да, я обязательно пригибаюсь в спине, ладошки и колени не касаются пола. Я тазом давлю ему на грудную клетку. Но, если вы такие звуки слышите, значит сидите правильно. Так, так. Садись, сидим в маунте. Контролируем его голову. И начинается борьба за его руки. Первое. Мы стараемся отвести его руку в сторону. Два варианта есть. Если локотки немножко выходят за линию бедер, мы имеем возможность подвести и пальчиками вот так вот подняться наверх, зафиксировать и закрепить результат коленом. Если человек прячет локти настолько, что вообще никак не отвести, мы выпрямляемся, отводим немножко кисть и просовываем руку внутрь за плечо. Контролируем голову второй рукой. Дальше локоть кладем на землю. Отводим, насколько можем, этот локоть. И тогда уже заправляем руку внутрь. То же самое проделываем со второй рукой. Собираем руки. Можем собрать их, держа себя за локти. Можем за затылок. Можем комбинировать. И обязательно коленками это все закрепляем. Очень плотно держим крючевой пояс. Следующее. Мы должны сесть в 8-мал. Я одну ногу отставляю в сторону. Голову отклоняю в противоположную сторону. И отклонив голову, начинаю двигаться коленом вперед. А ногу разворачиваю пяткой к его голове. Еще раз. Собрал руки. Отклонил голову в сторону. Отставил ногу. Колено все еще прижато к подмышке. Даже если сорвется рука, ему будет очень тяжело заправить ногу. Видите, ему придется руку отвести аж сюда. Здесь я ладошки его точно подстрахую. Отставил ногу. Коленку немножко сдвинул вперед. Пятка к голове. Колено к голове. Лежим на его грудной клетке. Здесь по-разному для всех, но в районе диафрагмы. Вот эти 10 сантиметров в районе солнечного сплетения. Это та точка, куда вы должны давить. Но вы сами должны почувствовать этот момент, когда вы его зафиксировали. И когда вы создаете максимальное давление. Давим мышцей, прямо которой над тазобедренным суставом. Понятно? Прямо вот этой точкой. Средне-малоягодичные мышцы. Ясно? Открываем учебник анатомии. Находим эту мышцу. А жопы не пройдет, да? Жопы нет. Это не у меня. Приджоп я. Нет. Присадимся, пока ему не захорошеет. Если разбирать полностью эту технику, то он может еще закрыть. Мы хотим атаковать эту руку, но он будет ее закрывать. Прятать. Соответственно, мне надо будет перейти на другую сторону. Я просовываю руку под кисть, блокирую локоть. Выпрямляю ногу, ставлю два колена и меняю сторону. Меняю руку. Понятно? Все это не разводя колени в сторону. Вы все время сжатыми держите ноги. Все время сжимаете его локти. Видите, ему хорошо как? Вот. Ладошка у вас на земле. Таз не даете ему разворачивать к вам. Отклоняйтесь и вес сюда переносите. То есть давите на грудную клетку ему и немножко для баланса сюда. Также правой ногой баланс держим. Вес смещен вперед, чтобы он вас не мешал. Он не мог туда уронить, потому что там у вас нет опоры. Вы держитесь от падения туда за счет того, что вес на этой стороне. И дальше мы коленкой переносим не вот таким вот образом, чтобы он локоть не выдернул, а плотно прижимаясь к нему вокруг головы переносим ногу. И не пригибаемся здесь в спине. Ногой отводим его назад. Ладонь на колени. Мы не держим никогда кисть. Ладонь на колени. Подаем таз вперед. Делаем болевой. Бедра сжат. Переносим руку обратно. Не падаем на задницу, а выпрямляем ногу и медленно съезжаем вниз под контролем. Бедрами держим его. Держим кисть. Держим лок. Ой, держим двумя руками кисть. С предвещи переносим тоже захват на кисть. Вытягиваем руку из сустава, сжимаем бедра, опять немножко ее опускаем, делаем болевую. И третий вариант. Нога идет под затылок, вторая нога снизу. И блокируем только одну руку. Понятно? Вы исключаете все остальное тело. Оставляете себе только руку, которую вы будете атаковать. То есть три болевых делаем из одного контролера. С самого начала, с проходом. Да, да, да. Раз, два. Сели. Можем штанину прихватить. Это у нас для последующих движений, если нам не понравится проходить таким способом. Таз назад. Колено внутрь и колено наружу. Видите, я сорвал захват с его пальца. Отворот взял. Штанину взял. Лбом под челюсть, пока он не развернется в другую сторону. Пока ему не захочется отползти от меня. Видите, он выпрямился. Выпрямился – это хорошо. Когда он пытается от меня отползти, это для него, наоборот, ухудшает ситуацию. Теперь. Он мне отдавливает голову. Не дает мне давить на себя головой. Я беру захват под лоб. Я не давно разворачиваю. Колено. Второе колено. Здесь у меня рука уже собрана. Ладонь на голову. И пошел, 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 пошел. Это может далеко не сразу у вас получиться. Коленом заблокировали. Отклоняю в сторону. Нога. Отставлено. Попробуй помости. То есть он мастит. Видите, я головой, ногой мешаю ему. Собираю. Сажусь в маунт. Хочу атаковать эту кисть, он ее защищает хорошо. Отлично. Не могу ее взять никак нормально. Просовываю руку под трицепс. Локтем не даю ему свести эти руки. И поменять захват. Перехватываю ладонь на бедро. Ладонь перед бедром. Чуть-чуть вперед отвернулся в сторону. Ногу отжал. Отсек. Подал таз в первый сабмишин. Перенес руку. Медленно съехал. Выпрямляя ногу. Кисть. Кисть. Вытащил руку из сустава. Сжал бедра. Подал таз. Второй сабмишин. Нога внутрь. Нога под затылок. Отключил руку. Изолировал ее от всего остального тела. Теперь он может как угодно двигаться. Мне вообще это неинтересно. И третий сабмишин. Попробуйте. Дваго. 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 Продолжение следует...